Всем доброго дня, уважаемые зрители! С вами Рухаб, с вами Мила. Продолжение сегодняшнего игрового дня. Sea Region и у нас Минески против Адроид. Но по поводу Минесок, я думаю, что вы все уже все знаете. По поводу Адроид, это команда с опен-квалификацией. Достаточно новые там, в принципе, игроки для многих играют. Команда, кстати, которая первую свою игру меня немного удивила. Они играли против Джейнс Брус, которые, в принципе, неплохо отыгрывают. Но показали достаточно неплохо себя. Но, тем не менее, сейчас у них гораздо более серьезный оппонент. Пока у них, да, понятное дело, не все так хорошо. И явно не они фаворит этого матча. И, в принципе, все уже решено. Но, тем не менее, давайте посмотрим, может, что-то продемонстрировать интересное. Первое, что я вижу, это Эмбер Спирит, Магнус сразу же. И вот, ну, вот когда ты видишь Эмбер Спирита, я все-таки надеюсь, что это Эмбер Спирит в мид, и у нас появится, соответственно, Магнус, будет четверка, и Санкинг тройка, Шадоу Демон, будет пятерка, и кто-то на первую позицию на последний пик. Здесь у нас Омни Найт, которого я сейчас очень люблю. Плюс связка от Гримм Строка. Это очень серьезный и приятный герой. Особенно против пика Дроид есть уже и Сайленс, и Контроль, Шадоу Шаман для Пуша и Морф. И вот ты смотришь на пик Минески, и ты понимаешь, что от этого пика бы... Вот ты даже как игрок оцениваешь, не как комментатор, не как аналитик, и думаешь, так, вот у меня есть неплохие, вроде бы, массовые ультимейты, но Деводжи у меня вроде бы не так много. А у них есть Омни Найт, у них есть чем пушить, чем в лейте атаковать, и плюс-плюс Морф против тебя, так он еще и с Гриммом. То есть вы понимаете, что Адаптив Страйк, вот это Реал Бейд, в связку Гримм Строка под моим героем, это можно делать не минус один быстро, а минус два. А тут еще и Лина со своей лагуной залетает. Ну, чтоб на верочку, если вдруг кто-то очень плотный в этой связке окажется, и Морфлинга ни одного не хватит. И выглядит очень много, то есть очень много способностей в связку Гримма имеется. Притом сегодня, кстати, я говорила про то, что мне очень нравится, когда имеется Омник, и сильный какой-то кор-герой. Я перечисляла персонажей, которые, на мой взгляд, очень хорошо с ним будут стагаться. Типа Лина, типа Морфа, и здесь у нас и Морф, и Лина. Это герои, которые за очень маленький промежуток времени могут выдать очень большое количество урона. Поэтому мне, конечно, Минески пик очень нравится. Единственный момент, который у Пика, Минески, на мой взгляд, можно отметить как не самый приятный, это как раз то, что Гримм и Шадоу Шаман — это два саппорта, которые крайне уязвимы. Они все-таки не отличаются большим количеством ХП, выживаемости и скейпов, и обычно пикается какой-то один из них. Здесь бы, на самом деле, даже Гримм Строка одного охватило, потому что в плане Пуша Морф и Лина могут справиться и без Шадоу Шамана. Но решили добрать контроля. Появляется Фантомка от Дроид. Фантомка, конечно, очень неплоха с Магнусом. Тут уж никто не спорит. Было время, когда эта связка в пабликах появлялась настолько часто, что ты уже просто зайти не мог без бана Фантомкой либо Магнусом, потому что если эти герои не забанены, они точно будут в пике. Я думаю, что все, кто много играют в Доту, они от этого момента уже подустали. Но сейчас уже, в принципе, пофиксили, когда Магнуса. Гораздо реже эта связка стала появляться. Но она все равно до сих пор какой-то страх. Даже от... Сейчас, когда смотришь, немножко остались какие-то такие воспоминания неприятные. Тем не менее, давайте смотреть. То есть, пуш потенциал мы отметили, подсейв потом не на это отметили. Связка Гримсторока, мгновенный быстрый урон мы отметили. Здесь, что есть у Адроид. Подсейв в лице Шаду Демона. Например, я... Ну, конечно, против Морфа Шаду Демона вроде бы неплохо с людьми, но не так приятно. Прям еще, что хочется отметить. Здесь очень мало контроля на Морфа. Есть РП, есть Цинкинг, но я так понимаю, все-таки, что РП будет даваться, как, опять же, четвертой позиции. Здесь появится просто очень скоро Блинг. И, конечно, в этом плане могут быть серьезные проблемы. Блинг нам показали, Фантомочку показали. Здесь 3-8 на Сларке и поражение. Эх, эх, обида, обид. Приготовьтесь к зитам. Кстати, очень неплохой, на самом деле, сидят на Гримсторока. Я специально его убивала, он достаточно красивый, такой необычный. Как вам, имморталки новые? Честно говоря, очень многие имморталки, вот там Пугна, напоминает мне имморталку нашего шамана, на Варлокова. У них прям такие палки на Грима, очень такие идентичные, похожие. Вам не показалось так? У кого, кто что выбил, хвастайтесь, ребята. Так как это все-таки комьюнити каст, надо немножко и хвастаться, разнообразить контент. Первая Аркана, одна из самых старенькая. Помните, когда у нас был Дота 2, это была первая картинка, вот где вот у Лины такие плачеволосы, и она прям всех, кто играл в первую Доту, все прям смотрели с такими, знаете, голосами, неужели это на самом деле так будет? Ну, так оно вышло. Сейчас-то мы уже привыкли, разбалованные такие все сидим. Такая анимация шикарная и так далее. Манус. Здесь забирают. Две Минески, две Дроид забрали. Ну, понятное дело, ребята, я не буду говорить о том, что, господи, возможно, новички пока что-то невообразимое, но, тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что явными фаворитами являются Минески. Я вас обманывать не буду, хайпить на пустом месте по каждому фрагу противоположной команды я тоже не очень хочу. Единственное, что здесь может реально спасти ситуацию, это если на Магнусе играет Бог, и на Фантомке играет проплаченный аккаунт, который будет критовать так, как не критовал до этого никогда в жизни. Ну, на самом деле, это я, конечно, всю ситуацию утрирую. Вот, а тут Магнус, кстати, на самом деле, дарит First Blood, по-моему, близок, по крайней мере, к этому моменту. И давай-давай-давай, ну что ж такое, показывай-показывай. Хорошо. Слушайте, я только что, если на Магнусе играет Бог, возможно, возможно, я срок услышал мои слова. Давайте теперь посмотрим, что в Миде творится. Эбе Спирит против Лины. Такой, для Миде достаточно, по-моему, приятный сетап, либо приятная линия. На, в принципе, и 4-3, большой уже 3 дыная. То есть, хороший старт. У Миде Спирит 4 крипа, но зато 0 дынаев. Смотрим на Марфа. Здесь, во-первых, мы видим, что очень покоцанные Шадо Демон вместе с Гом отгоняют Шадо Шаман и Гримстрог. Вот это связка саппортов, которые сейчас, во-первых, они сделают фраг, а во-вторых, Шадо Демон мог гораздо раньше сделать репорт, но он отдался. Возможно, я подумал, что не догонят или ушел до конца, но, тем не менее, неприятно, конечно. Морф должен стоять на абсолютном фрифарме, как и Фантом Ассасин. Только вот прогнать, например, Санкинга, на мой взгляд, даже попроще, чем прогнать того же самого Мнинаета. Хотя Санкинг, он тоже достаточно плотный герой, но все-таки, согласитесь, Санкинг у него и армора побольше, и все-таки у него имеется перификейшн, который работает на первом уровне, пока не особо много хилит, но, тем не менее. Потомочка с Арканой, очень красивая, на самом деле, Аркана. Как вы считаете, кстати, кто в этом году Аркану выиграет? Я лично очень болю за Морфа и Темпларку, или какой-то Виндренджер, хотя у них много вещей. Вы видели Леона без вещей с Леоном, который сейчас с Морфалками от Валвы? Это прям, знаете, поднялся, поднялся, что-то в таком духе. Это один из, наверное, самых популярных в Саббортах, возможно. Либо, может, любимые герои с Фрога. Так, хорошо. Магнус занимается тем, что отводы делает. Омник, в принципе, кстати, может тебе позволить сделать то же самое. Здесь он подкил, хорошо добил крипа. Очень важно было добить большого крипа. По экспириенсу именно, скорее, даже важнее, чем по золоту. Чем быстрее у Омника будет хорошее левел, тем быстрее он будет еще больше агрессировать. Он сейчас так себя... Он стоит против двоих героев и он понимает, что он может делать все, что угодно, потому что Магнус и Фантомка его мало вероятно, что у них получится так же еще раз сыграть. То есть, Магнус своим первым вот этим Фрозбладом, который он реально очень красиво сделал, когда подвез его под Тавр, но второй раз так у него мало вероятно, что получится. То есть, Тинни это работает. Тинни может подпочаще выбрасывать, а вот Магнус... А вот Магнус скорее всего нет. Сангинга, кстати, прогнали. Вот, например, Омника не прогнали, он забирает и фарм, и экспириенс, а вот Сангинга прогнали, и он как раз вынужден найти фармить леса. Ну, Морф, да, на фрифарме находится, и, соответственно, здесь Омник будет гораздо более нафармленный, чем Сангинга в противоволожной команде. Вот, я даже уже могу включить надворцы, и мы уже будем сравнивать вот Сангинга, вот Омник. Кстати, давайте еще на Лину посмотрим с Эмберспиритом, тоже видим разница уже достаточно серьезная по надворцам. Здесь еще Грим, мало того, что он с линии полностью прогнал, он что-то Демон сейчас хотя бы остался, пытается что-то сделать, но вы просто посмотрите на уровень Шадоу Демона на пятой минуте матча, то есть это первый уровень. Это первый уровень, это вот, допустим, здесь там второй, это правда Шадоу Шаман сейчас только второй взял, но тем не менее, это все равно очень плохо. Они настолько загнобили их, что эта Дабла себя никак не может реализовать. Вообще, достаточно странный выбор Даблы, вот именно Шадоу Демона я не совсем, хотя Шадоу Демона назвали, по-моему, вот, я не помню, честно говоря, Нуан или Рамзес, так, секундочку, у нас замес, пошел Сеточка, хорошо, и подойдет ли сюда Морф, да, Морф подошел, сам Гинга угрызается, у него подкопа нет, видите, он пассивочку себе прокачал, потому что Лиса банально фармит, а на линию не уходит, поэтому подкоп ему пока и не нужен, но левел, конечно, у него тоже не самый приятный. Сравни, например, с Умнинаэтом, который очень скоро с шестой возьмет, у него третий. То есть, он уже соло, фантом, начинает гонять, и, по крайней мере, ну, он пока ее не прогнал с линии, но он уже начинает быть неприятным. Ты понимаешь, что против тебя стоит герой, которого ты не можешь убить, это немножко тебя смущает в любом случае. Фантомки левел хорошие, фантомка по фарму себя хорошо чувствует, но посмотрите, что творится с Марфом. Марфа все гораздо лучше. Тут Санкинга подцепили, сейчас подстанет его Гримстрок обязательно, еще вернется к нему, нанесет урон. Вторая, ну и добить. Не хватило, неужели хватило урона? Серьезно? Что делал с своими людьми? Отогнал? Не хватило, не хватило. Кстати, даст уже закончился, но и Грим все равно выживает. Арканы имеются у Магнуса, тоже, в принципе, неплохо формил. Вот, благодаря Фрестбладу. Фантомка может дротиками спокойно добивать хрипов и не волноваться. Омник, кстати, должен был с хиками быть, так оно и есть. Не, у Омника прям слишком все хорошо. И у Миди все замечательно. Вот, видим, что практически разница по 600-700 на Нетворса. Это неплохо. У кого похуже? Морф тоже доминирует над Фантомкой. Омник доминирует над Санкингом. И поэтому три кор-персонажа на данный момент у Минески чувствуют себя более комфортно, чем три кор-героя у Адроид. А, по поводу Шедоу Демона, я, кстати, не договорила свою мысль, что этот герой, он очень немного, как раз из всех персонажей, которых четвертую позицию реже всего пикает, он менее всего оценивается, то есть он недооценен. В принципе, в целом персонаж очень неплох. Я в целом согласна с этим утверждением, мне тоже нравится, но по поводу контроля, по поводу стаков, например, он может очень много стакать. Вы сами понимаете, там, иллюзиями ты можешь стакать, второй ты можешь стакать, и это выглядит реально достаточно серьезно. Но здесь пока до стаков дело, скажем так, не особо дошло, здесь вот есть что-то, но не так много, как бы хотелось, сколько бы хотелось. Ага, а вот и стаки. только кому эти, ну, я так понимаю, фантомки отдадут, либо Эмберу. Так получилось сделать. Не вышло. Не, я бы, на самом деле, ставила только на фантомку, потому что в той ситуации, в которой они сейчас оказались, то есть медленно, но уверенно, Минески захватывают преимущество. Три их кор-героя, мы видим, они повыше находятся, особенно у Марфакса очень здорово. На 700 зол тоже фантомка переезжает, а фантомка, вы понимаете, под Эмпауэром должна сейчас вот как раз реабилитироваться. Ой, фантомка решила первым артефактом приобретать даже не Дизоль, а Владмерс. Знаете, как раз та самая фантомка, которая была так популярна в пабликах, они именно Владмерс делали, а потом изолятор. А я думала, что изолятор нам захочется здесь в этом первом именно солдом купить, но посмотрим, как это сработает. Что это экспириенс. Санкинг тут тоже леса пофармливают. Просто адроидов полностью ушли в фарм и сражаться пока не планируют. Но фантомка благодаря этим стакам она очень серьезно поднимется. Ей обязательно еще эншитов стакать, потому что как раз она может достаточно рано эншитов зафармить. И этот момент нужно адроид очень сильно контролировать, потому что если на кого-то надеяться, то только на фантомку. эмбер просто на тысячу 1100 очень сильно проседает. Еще у меня над здесь будет против него конечно фантомка не так хороша. Они правда сейчас по разные стороны играют в плане они же как так зацепили эмбер спиритом. Как раз я говорила, что против милогрим реально хорош. И еще и мануса убьют. Но стак сделали. Кстати этот момент нужно Минеском постоянно контролировать по поводу стаков. Поставить вот такой достаточно глубокий вард. У них здесь есть вижен вот в этой части. Так а на секундочку санкинг поставили сэндрюшку прыгит и скорее всего санкинга просто разрывает. Сюда так и есть. Также приобрел себе морпид маск и мы видим что в этот раз здесь у нас айтенбилд через манта стайл. Через Сашу Яшу на предыдущей так. У Лины проблемы. Лину все-таки забрали. Он не успел никак ее подсевить. Ну и шатушаман тоже минус. Вот тебе и фантомочка пошла вперед. Хороший на самом деле выход в итоге получился. То есть здесь фантомка забрала только шатушамана. Первый фраг на лини достался что-то у демона. Но тем не менее это на самом деле очень неплохо. Омни Найт прям очень агрессивно заходит за Тавар. Используется глиф. И тебя их кстати зря на самом деле так агрессируют. Потому что несмотря на то, что он омник, его все равно можно магией здесь пробить. И скорее всего так оно и будет. как далеко им приходится идти. Но все-таки добивают. притом 290 золота. Строка фейт. РПшечка. Морф успел управлять перекачку. И на этом в принципе все. Магнус Блинк собирает. Но здесь в принципе стандартно. Хотя знаете когда играют с фантомкой на Магнусе очень многие собирают сами Владмирс. А Блинк собирают именно попозже. Здесь все-таки Санкингу Блинк также будет необходим. Но Санкинг мы видим будет собирать себя немножко по-другому. По-другому планирует. Хотя вроде он остановился на одной короне. И сейчас возможно Блинк будет. Это уже как говорится по его личным предпочтениям. Ну и конечно же дезолятор. Здесь БФ не нужен. Здесь у тебя есть Магнус. У тебя есть постоянный пауэр. Рассчитывать на криты придется. Магнус 800 золота. Надо следить за количеством золота у Магнуса. Потому что все-таки Магнусу честно говоря возможно даже ему стоило как-то линию оставить чтобы он теперь этот Блинк пораньше приобрел. Потому что если я даже в РП больше верю чем в эпицентр Санкинга. Так здесь у нас Лина ошиблась судя по всему. И скорее всего я не совсем понимаю почему она выходит так далеко когда у нее нет Юла. То есть Лина она не может никуда ходить. Она даже гангать может только ходить если например под тавр будут очень сильно чейзить и тогда она может прилететь дать лагуну и помочь. Но до момента пока у нее не появляется Юла они стараются все-таки более аккуратно играть. Тем более здесь она уже один раз умирала и Эмбер спиритка которого она пережала там очень серьезно уже потихонечку начинает ее догонять за эти две смерти. Драма на умника ты не хочешь нападать хотя у него кстати Guardian Angel в кулдауне но тем не менее. Этот демон конечно хорош против Умнинайта. 1100 Sun King 1400 Sun King хотя бы в этом плане он может тоже лес подфармливается только видим что фантомка она фармливает его очень много и у нее близится достаточно быстро Дизоль сейчас будет стакать просто все забирает фантомка сейчас зафармит вот эти три ну вот этот стак здесь двойной стак вот эти два спауна и у нее уже появится Дизоль и дальше будет выход Блокенбар без БКБ против Шадошамана Гребстрока Элины ты в любом случае на фантомке играть не сможешь как бы ты хорошо третью способность не использовал все-таки захексить тебя смогут так верхнюю верхнюю атакуют Так, возможно на боте у нас что-то интересное будет. Пока Минески просто фармят, они даже сами не особо нацелены драться. Но Морф фармит не так быстро как Фантомка. То есть вы помните какой у него был фрифарм. И вот благодаря Оххху здесь сразу практически получилось Фантомку смести. Но отличный пациент на шадоу демона и Фантомка должна отсюда просто уйти. Она кинула Блинк, но она понимает что драться уже идти ты не хочешь. Да у нее был Гладверс, она в теории могла отхилиться. Но в любом случае была опасна. Один какой-то такой вот purification и Фантомку бы и стерла в такой ситуации. Сейчас наш шрайн не подрегенится. Шрайн здесь как я понимаю был в углауне. И соответственно она не смогла бы вернуться в замес. В итоге Эмперспирит погибает. Но очень повезло что Фантомку сразу получилось вывести замеса. Ну вот кстати еще даже повезло что она выжила. Возможно для Дайр. Теперь ждем Бакаба. С Бакаба все-таки Фантомка будет себя поувереннее чувствовать. Иллюзия. Эмперспирит, кстати, был неплохой, если считать что у него не было Блинка. Он получает большое количество золота стака в Фантомке. Поэтому они в этом плане тоже как-то поднимаются. И вот Санкинг приобретает в себе Блинк. И Магнус близится. Буквально 200 золота ему остается. Ну, смотрим. Лина. Линза, Юл. Тоже, кстати, планирует собрать Юл. Минески не такое большое количество денег по преимуществу. То есть, но мы видим, что кор-герои Минесок, они чувствуют себя комфортнее. И даже вот все-таки Лина уже вырвалась на Дембера вперед. Особенно после той смерти. И решили зайти на Рошана. Что-то у шаманов все-таки это достаточно просто сделать. Как раз он не на это может позволить себя портанчить. Ну, и это... Так, Эмбер Спирит. Вроде бы выходит. Подкоп. Связка Грем Строка. Не дают скасить Санкингу. Нормальный эпицентр. И РП. Тоже не самое лучшее. Но, на самом деле... Получается, Фантомка раздамажила. В итоге у нас сейчас еще может быть и Минус Моров. Да, кстати, они убьют Морфа. Фантомка Томинейтинг. Слушайте, неужели? Красиво. Если сейчас еще... И это Минус Пять. Это Омни Найт после Байбека, может быть, в теории. А, да подождите. Так на Рошана можно зайти. Дизолю, Ладверс. Морф Байбек. Омник достаточно сильно, на самом деле, подкосался. Она сейчас заберет Рошана и пойдет дальше воевать. Потому что она себе может позволить такое. Она идет именно на Омника. Но, на самом деле, можно было развернуться и убить Грем Строка очень быстро. Так, убивают Шедоу Демона. Выбивают Айегис. Практически. И приходится Фантомке просто отступить. Я думала, честно говоря, что Фантомки сейчас выбьют Айегис. И на этом все. Но они потеряли Сан Кинга и Шедоу Демона. Отыграли очень много преимуществ. То есть заставили Марфа выкупиться. Омни Найт выкупиться. И за все это они потеряли Шедоу Демона и Сан Кинга. Лина пока себя не очень хорошо реализовала. В плане ей немного сложно. Она все-таки очень... Такой персонаж, скажем так, без эскейпов. У нее есть Юл. И если ты Юл тратишь для того, чтобы кого-то отцеплять, то ты понимаешь, что в тебя, скорее всего, остальные касты полетят. Потому что Юл в кулдауне. И Омни Найт он должен выбирать между Марфом и Линой. Ну, как раз поэтому я и сказала, что здесь саппорты Гримстроук и Шедоу Шаман. Они, несмотря на то, что очень хорошие. И это два моих любимых саппорта пятерки. Но проблема в том, что это как раз саппорты пятерки. А вот четверки, которая пойдет и забайтит на себя, как Баратрум на предыдущей карте. Вот сколько раз, вы помните, да, Шедоу Шаман на него тратил змейки. Сколько на него всего было потрачено. И смертей у него было огромное количество. Но у него, у Кора не было смертей. Потому что были у него... Так, сметают просто Шедоу Шамана за считанные секунды. Ребята, если они проиграют Минески, это будет... Если проиграют Минески сейчас, то это будет достаточно... Такая, знаете, небольшая, но сенсация. Если честно, я всегда болею за андердогов. За тех, кто, скорее всего, проиграет. Ну, потому что это в плане, наверное, даже как комментатор. Всегда, то есть, когда ты знаешь, чем закончится, тебе не всегда интересно с этим наблюдать. А в данной ситуации... То есть, вот, позволили Фантомке так много нафармить. Тем более, вы понимаете, что... Но здесь был Морф. То есть, он не пойдет сразу на первом уровне игновить Фантомку куда-то. Такая же ситуация с Линой. Ей нужны какие-то артефакты. И если у них реально получится выиграть с этим Магнусом, с этим... С теми линиями, которые у них были... Все три линии, как бы можно сказать, были проиграны. Это будет такое достаточно серьезное заявление, серьезная заявочка по поводу все-таки этой связки, что она до сих пор актуальна. И эту связку от этой команды тогда будут банить. Ну или, по крайней мере, будут помнить о том, что они много стакают и будут банить споты, чтобы они не стакали так много. Кстати, это, в принципе, прямая контра этой связки. У нее БКБ. Ох, у нее БКБ. Здесь смок прожимают. Кстати, на самом деле, если у них получится сейчас убить Морфа, они могут снести чуть ли не две стороны. Ну, вряд ли, потому что здесь Тавр стоит, здесь вообще Тавр один стоит. Но они могут снести одну сторону точно. Если у них получится убить Морфа. Вард здесь что-то поставит. Ага. На отступлении. Видите? То есть, как Гримстрок готовится к сражению. Он поставил Вард на отступлении, чтобы, если они захотят отойти, чтобы им было выгоднее цеплять. И, ох, как же было быстро. Ну, я, наверное, вряд ли. И давай-давай сбить телепорт. Хорошо. Минус два. Это вот как раз Грим и Шадоу Шаман. Если он потратил Хекс, мгновенно сразу Фантомка прыгнула. Именно даже БКБ не нужно было прожимать в такой ситуации. Потому что единственное, кто мог ее остановить, это Лина. Так, ребята. Неужели будет сенсация? Но пока они ведут тысячу. То есть, о какой-то сенсации говорит, на самом деле, еще достаточно рано. Шадоу Шаман и Гримстрок они ездятся буквально через пару секунд. Так, поднимают Магнуса. Магнуса засейвили. И вот прыгают мгновенно. Юл был потрачен. Сразу же прыгают на Лину. Лина минус. Дальше на Омника может пойти. Связка Грима не самая лучшая. Именно под Фантомки. Шадоу Шаману приходится тратить байбэк. Выпрыгивает Фантомка. Змейки были потрачены от Шадоу Шамана. Магнуса засейвили. А РП еще есть. Просто проблема в том, что это 24 минута. И на 24 минуте еще очень быстро минуски все рессаются. И Лина, когда подойдут к граунду, она будет уже готова воевать. Омни Найт. Так. Морф. Может на самого Морфа сейчас прыгают? Нет, нет, нет. Боятся. Эмбер Спилит приобретает в себе также БКБ. И решили отойти. Хотя Егис у Фантомки еще имеется. Но побоялись оставаться. И видите, как я говорила по поводу Варда. Здесь они как раз видели, что Фантомка ушла. Кто остался? И вот Шадоу Демон у нас в себя спрятал. Магнус. Подходит сюда Фантомка и убивает Лину. Шадоу Демон делает байбэк. Два БКБ. Гримстроук также будет отъезжать 100%. А дальше на Омника идти. РПшечка. Ой, как он прям по краешку затянулся. Омник тоже отправляется в таверну. А, кстати, без байбэка Шадоу Шаман. Трипл Килл для Фантомки. Что вообще происходит на этой карте? Это непонятно. Все-таки я получила свою сенсацию, которая... Блин, знаете, если честно, это будет очень приятно. Потому что я в начале, когда... Ну, на предыдущей карте, когда я заканчивала комментировать, я смотрю так. Минески против Адроид. Адроид себя хорошо показали на первой карте. Я уже об этом говорила. Но все-таки они проиграли эту первую карту. А Минески, они посильнее, чем Джейнс Буз. Хотя это еще, на самом деле, спорный момент. Еще посмотрим, как они сыграют. Но, тем не менее, мы видим, что теперь у нас может быть какой-то камбэк. Ладно, все. Четыре тысячи пока. Четыре тысячи. Не буду ничего говорить. Ибо тут линия подпушена. Мид у них еще не упал. Они что-то один не забрали. И не забываем, что тут есть Ника Бэйби, который играет на морфе. А он, кстати, очень неплох на керри. Вы помните, сегодня он играл уже на Врайс Кинге. И там был Beyond Not Like достаточно простый. Достаточно просто он, в принципе, все сделал. А здесь морф, он все-таки не Врайс Кинг. В плане Врайс Кинг. У него немного другие задачи по игре, которые, в принципе, Ника Бэйби отлично исполнял и выполнял. А здесь у морфа тебе нужно какое-то время подфармить, что он сейчас и делает. Кстати, он выбирает именно Скати. Он неожиданное решение. Я, честно, практически все сейчас все-таки собирают Госс. Ну, собирают именно через Этериал Блейд. Слишком сильно. Мы видели, как на предыдущей карте, морф, который там не так все было хорошо, быстро камбэкнул за счет того, что и просто изничтожал постоянно Эмбер Спирита с Этериал Блейдом. А здесь он решил проигнорировать и собрать Скади. Ага. Как вам такое решение? Правильно это или нет? Вот, кстати, можете написать в чате. Мне, правда, интересно, что вы думаете по поводу такой сборки. И если вы играете на морфлинге и любите этого героя, я просто реально очень люблю этого героя. Как вы собираетесь? Через Этериал Блейд либо через Скади? И почему? Вот против Пантомки, например. Так, наверное, можно было подпрыгнуть на Греб Строука и РП по двоим. С мгновенной минус 2. Отличная реализация РП. Молодец, Магну, что не пожалел. Во-первых, то есть у Фантомки уже нет Аегиса и она немного более уязвима. Но пока, на самом деле, у нее появляется Аписл. У нее есть БКБ и Дезолятор. То есть урона, выживаемости, ХП у нее очень много. Морф пока с такой количеством ХП не может снять. Здесь просто... Ага. Шадоу Шамана забрали. Если еще Лин заберут. Да. Минески стали фидить. Они забрали Тавар, но отдали за это Мидера, который по фарму очень сильно просил. Это три линии, которые Минески выиграли, я напоминаю. То есть для меня линия выиграна Омни Найтом, потому что он стоял на линии один против двоих. Он умер только один раз и имел хороший нетворс и имел хороший левел. То есть он свою линию выиграл как хардлайнер. Для меня Лина выиграла мид, потому что она имела большее количество денаев, экспириенс, и вообще в целом и крипов не было больше. Мы сравнили нетворсы. И бот, соответственно, разумеется, Морф стоял на абсолютном фрифарме. А вот сейчас смотрим мы, какая ситуация происходит. Заходит на Рошана. То есть Эмберспирит еще достанется сырочек. Арканками поделиться. Магнус собирает БКБ. Кстати, по поводу БКБ я не знаю, насколько это правильный выбор. Мне все-таки Форстаф на Магнусе нравится больше, даже для Фантомки. Потому что когда ты тратишь на Фантомки вторую, у тебя должен быть в команде кто-то, кто тебя поддержит. Я так понимаю, что здесь рассчитывают на Шаду Демона. Но всех же спрятать он не может. Дальше выбирает Сатаник. Очень крутой айтем билд. Мне, конечно, очень нравится. И мне нравится, что здесь большое количество таких приятных дизейблов. То есть вот сейчас неужели Фантомка эту игру все-таки завезет. Так, ребята. Если вы думаете, что Фантомка выиграет 10 тысяч преимуществ, Аеги, сыр, то плюс в чат. Если все-таки Минески покажут класс и покажут, что они команда более высокого уровня и эшелона и так далее, то давайте минус. Посмотрим, выиграют или нет. Ну, по крайней мере, как вы думаете. Мне вот интересно, кто потом ошибется, а кто нет. Кто знает. Аркейн Руна. Шато Шаман тратит свои Змейки. Для того, чтобы Тир-2 забрать абсолютно правильное решение под Аркейн Руной, ты на Шато Шамане должен так делать. Собирает себе Гост как раз против Фантомки. Разумеется, здесь однозначно этот артефакт нужен. Просто очень вероятно, что ты ничего не успеешь прожать, так как здесь, во-первых, Абизл и настолько быстро Фантомка изничтожает вот эти вот жалкие 1200 хп. Это просто один крит. Аганим для Эмбер Спирита. Ну вот, заходить на Хайгрант. Кстати, Морф вот решил после Эскади сделать Эдриал. Ой, здесь еще Шотл Демон против Морфа. Против Морфа в плане, сами понимаете, иллюзии на иллюзии. Попытался Магдас вывести. Кстати, они знают, что сейчас блинкут в кулдауне и могут сами попробовать напасть на Фантомку. Но здесь еще, правда, сэнфинг есть на подсэйве. Собрать баунти. Лина понимает, что там она, конечно, может поотбрасываться, но очень маленький шанс, что у нее сейчас получится отдэфать. Хотя вот пока Морф справляется. Но иллюзии Шотл Демон работают на ура. Вот как раз почему я говорила, что Шотл Демон хорош против Морфа. Потому что иллюзии создает это очень сильно. Опять спрятал и добить не обязательно, но используется клип. Маг. Ам. Верн. Ам. Ам. Ура. Ага. Верн. превращаясь за что-то демоны делают иллюзии забавные иллюзии на иллюзии но фантомка сейчас все-таки должна уже справиться с тавром так еле-еле но тавр снесли очень аккуратно стараются играть драйв на самом деле они молодцы в этом плане то есть ты когда понимаешь что ты играешь против команды более силь более сильного в принципе по игрокам более опытным скажем так то тебе лучше играть более на верочку ну допустим они забрали тавр и дальше пошли сразу же за шайнами чтобы максимально увеличить свое преимущество и дать своим саппортам какие-то не знаю либо там кором какие-то слоты допустим магнус там хоть это саппорта но ему тоже такое то бкб было бы явно не лишним сейчас лину встретят подкоп оу оу лина наверняка алина купила себе аганим осталась без байбека если бы они это знали ах если бы они только это знали ну тут 50 секунд в теории можно попробовать дойти как-то но нет здесь еще тавр пока тавр снесут длина успеет треснуться может каких-то 10 секунд достанется максимум нижнюю башню сил света атакует кстати видите эмберспирит выбирает именно айланд диск я думаю что это правильное решение а правда егисут заканчивается у фантомки но у нее появляется слот для сатаника нет артефакт очень нравится на фантомке то есть как раз особенно правда можно это все дело заканчивается всякими нулифаерами но здесь как раз нет такого героя в теории это должна могла быть имя айландийский магнус приобретает очень хорошие артефакты выбирают получиться может морфа ставят денежку на байбэк гиу для умнинайта хочется наверное какую-то еще алебарда собрать чтобы против фантомки было максимально большое количество артефактов здесь как раз умнинайт должен пытаться ее выводить из строя всеми возможными способами опа цепляют морфа прожимает эмберспирит бкб идет дальше связочка морфа нету телепорта подкоп и фантом очка уже здесь и это скорее всего ну нужно на байбэк в любом случае сейчас разводить на самом деле прям потипали все потипали как настоящие тролли такие но вообще кстати это очень плюс моралит команду и это минус моралит иногда то есть я знаю там допустим звучит это смешно но я правда знаю некоторых игроков которые прям реагируют достаточно болезненно то есть они расстраиваются особенно когда ошибаются и кто-то типа это понимаешь другие все увидели какой ошибется это может на самом деле сыграть целую шутку так заходит на хайграунд ну и морф пока не байбэк а сам вывести не получилось шито шамана ну и вот еще один тавр кстати на самом деле наш так как у шито шамана сейчас в кулдауне был гост я бы на месте фантомки быстренько прожрала бкб и изничтожила ее его шито шамана конечно же но фантом очка решила что важнее изничтожить бараки и здесь может не самая лучшая рп по одному шито шаману но опять же это два байбэка так эмбер эмбер сыр успевается кушать сыр и это супер обидно то есть они потеряли сторону раздели шито шамана на байбэк и сейчас менески оказываются в крайне критической для себя ситуации то есть шрайнов у них нету до раша на две минуты это рашан уже с аганимом так после бойбэка шедо шаман конечно сейчас корм для фантомки просто ну фантомка 17 08 играет это ребята с опен квалификации против минески против команды которые нинджа воги я думаю ника бэйби то есть игроки которых вы определенно знаете это явно не самый лучший состав минески который был но для меня например минески до сих пор ассоциируются с муши я возможно слишком конечно олдскульный игрок в этом плане ну вот как-то у меня остались такие ассоциации как как у многих навис дэнди очень иллюзиями аккуратненько подпушивают добить добить барак и можно отойти подождать появление банальная рашана подкопа от сан кинга и омни-найт минус омни-найт минус ну тут омпер спирт еще разбирается у нас с грим строком байбэк от грима только вот смысла в этом байбэке уже нет то есть здесь с фантомка она не просто омпер парм лина лина минус следующая байбэк имеется омни кстати почему-то не байбэкается то есть грим и лина байбэкнулись а омни как раз от того а почему он он купил себе да байбэкнулся все-таки омни-найт подкоп от сан кинга просто по троим и рп также по троим но замечательно что омник использовал свой ультимейт борден angel прожал и поэтому они будут жить только недолго только недолго потому что фантомка изничтожает я в шоке это просто правда они выиграли они правда выиграли в минески это на самом деле выглядит достаточно забавно потому что в начале игры если бы мне кто-то сказал что android смогут выиграть минески за 38 минут и при том в однокалитку вот именно без шансов я бы сказала ребят ну что ж вы мне такое говорите я конечно сио регион не смотрю настолько часто но тем не менее звучит скажем так немного вызывает недоверие такие слова а здесь прямо прям на самом деле красиво красиво серьезно порадовали порадовали честно я люблю игры которые заканчиваются не так как многие ожидают и здесь вот правда когда я начала я подумал ну тут точно для минески тут без проблемы ребята из open qual и минески опытные красиво вот что такое бодин и вот что такое недооценивать фантом ассасинку ну не знаю по моему против магнуса и фантомки первым делом что ты делаешь это когда ты играешь против команды которую ты боишься ты стараешься забанить лиса мешать делать стаки а здесь как бы всего такого не было и потянули в лейт в принципе у них морф или на вылете это звучит очень серьезно и грозно только они дали фантомки гораздо более ранний старт она получила конечно просто оверфарм в плане этих стаков и реализовала его на 10 плюсом я конечно магнус молодец но пока музыкальная пауза следующая игра он наконец-то вот у меня многие просили по поводу команды бум айди против джинс брус ну мне очень интересно как себя покажут бум айди мы говорили что эта команда очень здорово начала эти квалификации что же оценим и увидим самостоятельно своими голосами музыкальная пауза